Музыка Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй! И сегодня я на балконе для того, чтобы показать вам свою огроменную, на мой взгляд, коллекцию очков. Я на самом деле фанат очков. У меня очень много. Если я вижу какие-то прикольные очки, я сразу беру. И для меня очки это не просто очки, просто защищающие от солнца для меня. Это такой женский аксессуар, который может дополнять образ и который может сделать вас супер модной или супер стильной. Или вообще может помочь вам даже скрасить какую-то усталость в глазах или вы не накрашены, или еще что-то. Ну, короче, очки это все. Я считаю, что их должно быть много, хотя раньше я так не считала. И у меня были одни очки. Мне раньше было очень сложно подобрать очки к моему лицу. И казалось, что никакие очки вообще не подходят. Я думаю, что с этой проблемой сталкивались многие. Кажется, что не идут, не идут очки, что не мерь. Но на самом деле хорошие очки какие-то, да, главное, чтобы, знаете, вот допустим, дужки какие-то не торчали, и они не были вот вам большими, это я сейчас так стала выбирать очки, чтобы они не были большими, чтобы у них вот эти вот штучки бывают, когда здесь, да, они настолько торчают, что очки, кажется, выпирают чуть вперед, да. То есть этого не должно быть. Они должны хорошо сидеть на лице, а при этом форма там или цвет, мне кажется, что все всем подходит. Главное, не, ну хотя, нет, зависит от лица, какое, какая-то форма. Ну, короче, я расскажу свою историю в том, что раньше мне вообще не подходили никакие очки, сейчас же я грибу все. И даже, может, кто-то скажет, фу, тебе не подходит, а мне кайф, потому что это что-то новое, другое, и для меня очки это еще и настроение. То есть я могу надеть очки какие-то, и настроение совершенно другое. Недавно я открыла для себя вообще очки, которые заказала на Алиэкспресс, ссылку я вам оставлю. Сейчас покажу. Это вот такие вот красненькие очки, они очень прикольные, и в них я провела один день. Вот. Они очень прикольные тем, что, во-первых, мне нравятся листички, да, все сразу такие хитренькие. Во-вторых, в них совершенно другой мир. Вот я сейчас одела, и вот такое ощущение, что они красные, то есть они красного цвета, но такое ощущение, что все вокруг не красное, а все вокруг стало розовым. И пока я ехала за рулем, я даже вот так вот, знаете, бывала, думаю, а на самом деле, какого цвета там, да? И вот я вот так, допустим, снимаю, совершенно все другое. А так вот надеваешь, и сразу кажется, что зеленый становится более контрастным на фоне, что ли. Не знаю. Ну, короче, мир становится другим. Я даже где-то в сторис, в инстаграм, говорила, вот, кстати, мой инстаграм, заходите, подписывайтесь, там вот я в режиме онлайн постоянно что-то говорю, что я делаю. Там как раз такие, я и спрашивала, нравились очки мои или нет. Многим понравились, большинству. Я какая-то даже тыча, трыча, тыча в них, учительница. Кстати, хорошее сочетание, да? Вот даже сейчас я не могу оценить, какого они цвета, потому что они красные, и я не вижу, что они красные. То есть я вижу желтое, понимаете? Это очень прикольно, потом я буду смотреть на себя видео и посмотрю, как они мне идут или нет. Короче, это классные очки, они недорогие. Что мне нравится еще очень в очках, и таких очков у меня большинство, где нет душек. Потому что душки, которые вот здесь, чем они меня бесят, девочки, может кто-то, знаете, бывает, берет, а потом вспоминает и плюется. Когда мы куда-то заходим, мы все время делаем очки куда? Наверх. И эти душки задолбали, просто цеплятся за волосы. Я думаю, что многие меня тоже вот в этом понимают, и это их бесит. И каждый раз, когда это происходит, причем я беру какие-то очки супер клевые, забываю про это. Потом, значит, я зацепляюсь в волосах и долго-долго их оттуда вытаскиваю. Вот, поэтому я каждый раз вспоминаю и радуюсь, когда очки без этих. Все очень легко. Поднял, опустил, все, супер-пупер, да? Очень стильные, классные очки. Еще очень часто я подбираю, вот в этих очках, я сейчас расскажу очень много, да? Сразу, как я подбираю, что делаю очень часто, когда я надеваю очки. Я смотрю сначала с распущенными волосами, да, вот так вот. И потом, очень часто, так как я ношу хвостик или гульку, я поднимаю волосы наверх. Вот так вот. И смотрю, как они на меня смотрятся, именно вот с поднятой головой, да? Ой, с поднятыми волосами, то есть тоже, да? Прикольно, стильно. И я беру. И даже более того, со спущенными волосами больше идут всем очки всегда. Поэтому в первую очередь нужно смотреть под поднятые волосы. То есть конкретно ваш овал лица и идет вам это или нет. Все, с этими очками мы закончили. Они действительно классные. На них есть ссылка. У меня, к сожалению, не на все очки есть ссылка. Дальше. Одни из моих любимых очков. Это я купила их в Заре. К сожалению, у меня они вот не все протерты. Потому что я, когда перед тем, как снимать видео, я просто взяла, собрала вот так всем скобом все. Из машины. У меня во всех углах. У меня здесь где-то в пакете эти очки лежали. В машине еще где-то. Короче, я их пособирала, пособирала в пакет вот так вот. И все. Показываю. Вот эти очки я взяла в Заре. Они реально очень крутые, нежные, розовые. Они даже шли вот в такой вот розовой упаковочке. И внутри розовая вот такая штука была. Тысяча упаковочек для очков, да. И еще, по-моему, была для протирания специальная штучка. Вот. Очень классно. И сами очки мне очень прикольные. Нравятся тем, что они оправа. Оправа матовая, нежно-нежно припудренная, розовая. Это то, что мне нужно, да. Зеркальные очки. Но дальше, в принципе, если бы они не были зеркальными, я все равно бы взяла. Они мне нравятся. Короче, вот. Вот такие в Заре. В Заре, кстати, очень много хороших очков. И очень хорошего парфюма много. Который действительно пахнет очень дорого и круто. Я вам рекомендую вот обратить внимание на это. И, в принципе, они недорогие. Они стоили где-то около тысячи. Около тысячи. Плюс-минус. Я не помню. Следующие очки. Давайте я сначала покажу вот очки, которые действительно такие яркие, необычные. Мне их прям кайф-кайф носить. А потом вот такие классические какие-то там. Мы их в конце покажем. Уже кому не интересно, может не досматривать видео. Так. Значит, смотрите. Вот эти очки вообще они меня покорили. Это, кстати, очки все, которые я сейчас показываю. Я их купила в 2018 году. То есть я еще в прошлом летом их не носила. Это все новое. Потому что у меня есть уже видеоколлекция моих очков. Она там вот раньше была. Короче, прикольные очки. Это новиночка. Сразу скажу, где покупала. Это не в интернете я покупала. Это покупала у нас в Ростове. Это сеть какая-то. Не помню уже, как называется. Где-то я в Инстаграм делала. Пост с этими очками. У них там много очков, по-моему, у них даже в Инстаграме есть. Но я сейчас не вспомню и не найду. У меня, к сожалению, нет на это времени. Если кому-то интересно, зайдите в мой Инстаграм. И посмотрите, полистайте. Я прям вот в этих, по-моему, очках. Или немного в других. Вот они. Вот эти. Вот эти. И другие еще они. Ага. И вот эти. Я сейчас все покажу. Их я купила вот в том магазине. У нас это в Ростове кинотеатр большой. И еще где-то. Они как бы у сети у них. Они прям в торговом центре на островке стоят и продают. Эти очки мне понравились тем, что они... Я в последнее время вообще полюбила круглые очки. Раньше их книг когда не носила. В общем, вот такие круглые очки. Но они делают настроение. Они мне очень понравились тем, что они такие... Как раз таки было еще холодно. Я была в какой-то куртке голубой. Или в шапке голубой. Я не помню. По-моему, шапка голубая была. И эти очки идеально подошли. Короче, я их взяла. Стоит там цена у них 990 рублей, по-моему, очки. Вот. Я их взяла по 990 рублей. Так что... Такие веселые, классные. Голубенькие. И вот здесь мои ненавистные тушки. Но все равно они настолько прикольные, что... Вообще это тренд как бы вот этого года. Потому что я на многих уже видела. И, в общем-то, и себе взяла. Но я их видела, кстати. Я их видела только после того, как я взяла. Не до того. Поднимаем наш хвостик. Смотрим. Тоже хорошо, да? Смотрите, какая классная. В общем, классные, веселые очки. Мне они нравятся. Значит, вот эти я взяла там. Дальше. Для моего клипа. Мне они просто очень понравились. И я думаю, блин, ну вот так носить. Хотя я могу и так носить такие очки. Они прикольные, реально. Они такие громоздкие. Но в итоге я поняла, что у меня тогда снимался клип. И вот, кстати, он у меня в трейлере. Сейчас к моему каналу. Все гости, кто подписывается на мой канал. У меня в ютубе трейлер. И я там снимаюсь в этих очках. Они были идеально созданы для моего клипа. В общем-то, вот тоже я их так померила. И они мне показались бомбическими. Это тоже были у них новинки. Как раз-таки к лету. По-моему, очень круто. Знаете, вот не так, чтобы прям ходить. Вот знаете, куда-то, если бы я пошла, и мне нужны были очки. Это не так, чтобы я взяла вот такие вот неудобные. Потому что здесь тоже, например, сделаны вот эти вот цветочки. И там тоже застревают волосы, бывает, когда снимаешь. Вот в этих я вообще один раз запуталась так. Но все равно они мне нравятся. И еще одни я купила. И даже я их еще не носила. Смотрите, они с бирочкой у меня так же. О! Во! Леро они называются. Леро. И я взяла... Бывает же, когда что-нибудь красненькое оденешь, и очень классно выделиться в красненьком. У меня у тебя красненькие двое очков. Вот такие очки еще. Они тоже... Очень похожи, кстати, форма, вам не кажется? Не, ну здесь такие более квадратные, да? Здесь такие более лисички. Ну, короче, я взяла вот конкретно прям вот что-нибудь красное такое под джинсовку, знаете? И вот что-то меня прикололо. И вот даже сюда очень клево, да? С желтым таким. В общем, такая форма, в принципе, мне идет всегда, лисички, да? И вот красное с черным. Вообще, есть еще такие черные с белой оправой. Я тоже, когда их купила, я уже потом видела, что очень много кто их рекламирует в Инстаграме. Так, давайте посмотрим под хвост. Хвост. Вот так вот хвост. Хвост. О-о-о! Буду вам часто подмигивать, потому что мне это очень нравится делать в очках. Когда их снимаешь, одеваешь. Так, следующее. Давайте же я скажу, 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 скажу. Скорее, потому что это тоже куплено было, только я не помню, в этом году или не в этом году. Но не летом. Это было куплено зимой. Это купила Polaroid. Моя Крестюшенька. Они настоящие, оригинальные. Ой, так они мне понравились. Мы стояли на стойке. И просто я выбирала, 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 выбирала. Вообще планировала купить сама. Но Кристина у меня все время непредсказуемая. И она все время, отойди, отойди от кассы. Я плачу, хочу сделать тебе подарок. И все время она такая делает мне сюрприз. Это самый такой, ну, момент непредсказуемый. Что для меня это мало того, что подарок приятно, потому что очки не дешевые, да. Но плюс еще и такая неожиданность. То есть вдвойне приятно. Вот так Кристина меня, моя, любит. Синие очки просто классика. Форма классика. Они невероятно легенькие. Супер вообще легенькие. Они, конечно, сразу отличаются от многих-многих очков. Вообще качество. Мы все глазки там отдыхают. Это идеально за рулем. Это идеально под любой лук, в принципе. Вот. И это классные очки. Ну, мне кажется, по ним сразу видно, что они не дешевые. Спасибо, моя Кристина. Ну, естественно, естественно, под хвост все идеально подходит. И зимой, кстати, в них тоже отлично ходить. Потому что, ну, вы сами понимаете почему, да. Потому что, например, вот в этих зимой не очень там гармонично. Они прям летние. А вот эти все-таки и зимой хорошо быть. Их как раз-таки продавали вот там, куда мы ездили в Сочи. В Сочи она купила. Продавали там именно сноубордисты. Там все-все. То есть это качество. Это хорошие. Хорошие очки. Давайте мы их спрячем в их оригинальную упакейшн. Упакейшн. Так. Следующие очки. И, кстати, я их тоже заказывала где-то на сайте. Девчонки, если я найду. Вот, кстати, многим на инстаграме они понравились. Если я найду ссылку, где их заказывала. Не помню, на Алиэкспресс. Алиэкспресс или какой-то другой Волсайд. Я обязательно вам их оставлю. Я не помню просто где. Я напомню, что это что-то китайское. Но мне понравилась боковиночка. У меня она показалась оригинальной. Ну и форма тоже, тоже оригинальная. Такие вот очки. Очень классные. И синие. И затемняют хорошо. И глаза отдыхают в них. Короче, нравится мне. Так что они у меня... Ой, даже смотрите, на вот этих штучках какие-то треугольнички. Я люблю, кстати, часто выдают очки именно вот такими мелочами. Да? Вот здесь чуть-чуть сделано. То есть, да, форма какая-то необычная. И вот эти вот боковинки тоже я люблю какие-то красивые. Я вспомнила, что у меня еще есть одни очки. Где, блин, я их покупала, кстати, в этом магазине. В котором я брала все свои сумки. Кассирки вот эти классные. Кассирки, кстати, они называются еще. Я как-то услышала и думала, ле, кассирки, правда. И я там же покупала эти очки. Сейчас этого магазина в России уже нет нигде. Называется он... Не помню как. Ривер Айланд. Так, кстати, в этой же сети Leroy давно-давно я покупала очки. Смотрите, вот эти. Да, вот эти лисички точно помню. Классные. Я помню, мне писали, что просто огонь. Они яркие, они привлекают внимание. Эти очки я тоже очень люблю. Плюс коричневый. Он тоже ко многому идет. То есть, ко многой одежде. Но вот эти лисички, так как я люблю привлекать внимание, очки у меня, в принципе, для этого и созданы. Ну, какие-то привлечь внимание. Большинство, да. А какие-то, конечно же, наоборот, отвлечь внимание от себя. Вот эти очки коричневенькие. Тоже очень классные. Тоже очень хвалили. И спрашивали, где я покупала. Я покупала в Москве, в охотном ряду, на третьем этаже. Я их, когда увидела, померила. Я их прям сердцем полюбила. Да. Они тоже, мне кажется, выглядят очень недешево. Но они, в принципе, и не дешевые. Они стоили около двух тысяч на меня со скидкой, что ли, их продали за полторы. Где-то так. Мне кажется, для очков это недешево, в принципе, да. Хотя охотный ряд, за сколько они их покупали сами, я не знаю. Но они классные. То есть, в них чувствуются дужки железненькие, да. То есть, ну, все классно сделано. Не дешево. Ну, как какой-то вес имеют. Вот. И также я их мерила вот так вот под хвост. Вот. Очень красиво. Не знаю, мне вот такой вот круглые какие-то такие необычные стильные очки, они придают что-то необычное в моем образе. Потому что в основном я всегда носила классику или сички. А вот круглые на эти классные, хорошие, мне кажется, это вот уже... Дорогого стоит. Вот эти тоже я покупала в Leroy, тоже в этой сети. Это классика вообще коричневые. То есть, они под все, они у меня всегда идут. Вот если я не знаю, какие очки мне подобрать, да, там, повыбирать, я вот эти вот хватаю, просто надеваю и понимаю, что они мне подойдут под все. Все хорошо смотрится. Ну, вообще просто, понимаете, да. Я их тоже вот брала, по-моему, в этой вот сети тоже в большом. Только это за прошлый год уже. Дальше. Очки, которые тоже очень всем нравятся. О, блин, тоже забыла я одни очки. Они такие же, только у них оправа синяя, точно такая. Это я покупала на Кипре. И тоже я их очень долго проносила. Они реально очень крутые. Я их никому не отдам, не подарю, потому что я их люблю. И они тоже делают настроение. Они тоже очень легенькие. Вообще классные. Все классные. Душки матовые такие, розовый вот этот вот нежный. Тоже вот делает образ. И такие же синие у меня есть. Вот очки, которые совсем недавно... Я все дую. Пыль, потому что, да. Короче, совсем недавно вы могли их видеть. Я их одевала под свой зеленый костюм новый. Они зеленые. Может, кто не заметил. Кажется, они такие черные, но они темно-зеленые. Это мне подарила тетя. Они ей не подошли. Она себе их покупала. Они ей не подошли. Она говорит, вот ты любишь тысячу очков, да. Я говорю, ой, супер. Я обязательно найду для них. И вот они лежали у меня долго. Она еще в прошлом году мне их подарила. И вот этот костюм, прям я почувствовала, что они должны быть идеальны. Ну, может, вам не видно, что они темно-зеленые. Но они темно-зеленые и идеально подходят. Тоже необычно, да. Кругло-овальные, что-то такое. Ну, не так, чтобы сильно привлекают внимание, но и скрывают глаза хорошо. И ваших глаз не видно. Короче, такие зеленые. Ну, еще двое очков, которые уже у меня старые. Это вот такие и вот такие. Как они называются? Авиаторы или еще что-то. И, ну, не знаю, они разные. Вот эти зеркальные, вот эти без оправы. Я вообще ищу без оправы хорошие какие-то очки. И голубенькие. То есть, тоже делают. Вот эти под джинсовочку очень хорошо. Такое, знаете, что-то такое легкое, воздушное. Где-то на природе отдыхаете. Ну, и стиля дает. Потому что они не так хорошо защищают прямо от солнца. Не больше для какого-то стиля, да. Вот эти уже лучше защищают от солнца авиаторы. И тоже в них есть у меня интересные стильные фотки. Кстати, вот эти дужки, они бывают разъезжаются. И, кстати, по ним иногда можно мерить. Вы знаете, главное, чтобы вот здесь все было хорошо, да, сидело размером. А дужки, я прям там, бывает, когда покупаю, я могу их раздвинуть, сдвинуть. По форме вообще носа сделать своего. И совсем по-другому сидят очки. Но вот сейчас они как-то сдвинулись и раздвинулись. Короче, вообще на мой нос не садятся. Ну, короче, вы поняли. Вот такие вот. Похожи, да, на полароиды. Но все равно другие. Форма другая. Ну, не то все равно. В общем, эти очки иногда лежат. И когда кто-то в машине ко мне присаживается и без очков. Я, конечно, угощаю иногда своих друзей, подруг очками. Ну, конечно же, подруг. Да, у меня же женские очки. И что, все? Я все показала? Девочки, через буквально некоторое время после съемки моего видео про очки, у меня появились вот такие очки, которые я купила за совсем недорого, за копеечки в Москве. И здесь я купила уже очки дьюти-фри. Это тоже будут одни из моих любимых очков. Я их просто обожаю. Данечка, аккуратно. Они знаешь, сколько стоят? Они дорогие. Мама будет плакать? Дай сюда. Это нельзя. Вот, Валентина. Мои крутые очки, классные. Вот, я их не успела снять в своей коллекции, но вот еще пополнилась коллекция на двое вот таких очков классных. И в Инстаграме у меня есть фотки с ними. Тут, конечно, все совершенно по-другому. Кожаный чехол. Все четко, все классно. Оригиналы. И вообще совершенно по-другому сидят. Ты чувствуешь себя в них совершенно по-другому. Вот этот декор, который здесь, он меня покорил. Еще, конечно, цвет самих очков. Они такие вот интересные, универсальные, такие хаки. Ну, короче, вот в моем стиле. Такого я никогда нигде не видела. И вот Валентина в этом смысле меня очень вообще порадовали. И эти очки точно выбрали меня, а не я их. Дэн, ты такой шикарный. Смотри. Ой, ты зеленые очки, мамины надел. Нравится ему в зеленых оттенок. Меняется, он сразу улыбается. Все, мои хорошие, я рада была поделиться с вами моими очками, любимыми, которые я очень люблю. И я буду еще брать и покупать очки, если увижу где-то прикольные. Я обязательно, может быть, в следующем году сниму для вас еще одну коллекцию своих очков. Все, надеюсь, вам понравилось. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан? Ты еще не подписан? Подписывайся! Ладно, это я люблю немного подкривляться. Но, в общем, я вас люблю и целую. Субтитры сделал DimaTorzok